Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами заценим КВ-1С, словно известный квас. Единственное, что мы делать будем, это не на вот этой пушечке, а на топовой пушке. Я уже, честно говоря, не помню, когда я последний раз брал квас в руки и каким образом у меня оказалась в руках именно эта пушка. Я всегда играл на вот этой вот альтернативной топовой пушечке, ну просто потому что она мне нравится. По своим характеристикам. Итак, ребят, если базовую пушку не рассматривать, то есть две пушки. Есть проходная пушка, которая ведет квас кису, либо к КВ-3, в зависимости от того, к кому вы пойдете, кису седьмому или кису четвертым. Что же касается самой пушки, которая вас туда поведет, это время сведения в 5 секунд. Это разброс на 100 метров 422, 1840 единиц урона, я бы сказал унылое пробитие в 120 единиц, 200 единиц альфы, что, в принципе, для шестого уровня ни о чем, как для тяжелого танка, но зато 6,5 секунд перезарядки, а это, поверьте, довольно-таки быстро. Но малоиграбельно. Теперь, ребят, посмотрим на эту пушку. Мы имеем на топовом альтернативном орудии 160 единиц бронепробития, ни фонтан, ни взлет, но в целом играбельно. 400 единиц альфы, ребят, 400 единиц альфы на шестом уровне, согласитесь, это реально круто. Что не круто, так это время перезарядки в 15,5 секунд и время сведения в 5,6. Короче говоря, пушечка спорная по своим характеристикам, но играл я именно на ней. Еще почему я на ней играл? Потому что, если вы ставите себе вот эту пушку, у вас углы склонения превращаются в никчемные минус 5. Короче, она просто не гнется никуда. А вот эта пушечка имеет углы склонения минус 8, а значит, от неровности отыгрывать гораздо удобнее и гораздо проще. Итак, ребят, то, что хотел сказать по-быстрому про данную машинку, сказал. Сейчас накину голды от балды, ну и, соответственно, занесемся с вами в бой и посмотрим, что эта машинка может в рандоме и насколько сложно вам будет выкачивать седьмой уровень. Кого бы вы не выбрали, ИСА либо КВ-3. Погнали в замесик, посмотрим, чего годен. Этот танчик. Итак, ребят, первое, что будем с вами заценивать, мы с вами будем заценивать подвижность машинки. Я бы сказал так, забегая наперед, сейчас вы это увидите, для тяжелого танка шестого уровня машинка вполне подвижная. Да, у меня стоит топовый двигатель, топовые гусли, потому что машинку я оставлял у себя в ангаре, она мне зашла, понравилась. И я оставил себе ее на память и периодически ее выкатываю, ну прям совсем редко, где-то раз в полгода. Под горочку поднимается довольно нормально. Мансит на месте тоже довольно-таки неплохо, я бы не сказал, что она унылая. То есть, в принципе, поворачивается как для тяжа вполне нормально. Что касается урона на дальних расстояниях, отыгрывать, в смысле урона точности на дальних расстояниях, я бы сказал, что больше чем достаточно. Ровно как и рандомной брони. Вот сейчас прилетело вот сюда вот в верхний бронелист, и он находится под таким углом, что пробить его в такой проекции просто невозможно. Зато если бы попало выше, туда, где находится механик, но, соответственно, были бы проблемы, туда бы залетело. Башня отыгрывается просто суперски. Башня очень хорошо и крепко бронирована. Маска орудия просто-таки монолит, который практически невозможно пробить. Итак, ребятки, углы склонения. Сейчас попробуем заценить на этом мостике. Ну вот для того, чтобы выцелить того же КВ-2, нам необходимо подъехать вот так вот. То есть, в принципе, где-то на каких-то горках и неровностях, поверьте, вам будет вполне комфортно отыгрывать на нем. Итак, ребят, будем потихоньку оттягиваться назад. Единственное, за разговорами я не обратил ваше внимание на то, что начали перезаряжаться. Для того, чтобы показать, сколько времени это занимает. Ну и да, стоит вот так вот под АТ-8 повернуться бочинкой, соответственно, нас пробивают. Вот так отыгрался первый бой на КВ-2. У нас есть возможность заценить, что то, что я говорил. Вот эта верхняя пластина, там, где сидит механик, она пробивается. Вот, как видите, в угол пробили. Пробили бочинку. Здесь вопросов нет. И, безусловно, будут выцеливать вот эту вот комбашенку сверху на основной башне. Ну, понятное дело, что бока и корма у танка пробиваются. Башня сама, вот если вот в такой проекции, если не брать в учет комбашенку, ну, башня довольно-таки бронированная и очень хорошо дает рикошет вражеским снарядам. Итак, досматриваем бой, ну и, соответственно, закатываемся в следующую катку. Итак, ребятки, закончился бой победой. И спасибо большое союзникам за то, что нам ее принесли. Мы сделали хоть что-то для победы, но это хоть что-то крайне незначительное. 774 единицы урона. И в нашей команде по урону мы заняли, ну, срединочку, да, мы четко по центру. Итак, ребят, сразу запрыгиваем в следующий бой. Даже не будем ничего говорить. Единственное, о чем вас попрошу, оформите, пожалуйста, подписку на канал. Я вам буду безумно благодарен. В правом нижнем углу вы видите желтый шильдик, видите на него мышью. И в один клик вы сможете стать постоянным зрителем моего контента. Я вам буду безумно благодарен. Вам эта подписка ровным счетом ничего не стоит. Ни одного рубля, ни одного доллара, ни одного цента, ни одной копейки. Короче говоря, 0-0-0. А для меня это огромный, огромнейший плюс и огромный вклад в развитие моего начинания. Итак, ребятки, погнали. Сейчас в этом бою попытаюсь поменьше разговаривать, побольше заценить саму машинку. Чем мне всегда нравился квас, так это возможностью передвинуться куда-нибудь сразу даже в тыл к соперникам. И, соответственно, с тыла начать им раскидывать. Подвижности, как вы видите, у машинки, но прям совсем больше, чем достаточно. Прицепиться просто не к чему. Ну вот время перезарядки. Да, безусловно, время перезарядки долговатое. С этим не поспоришь. Все уже давно перезарядились, а ты еще перезаряжаешься. Но, ребят, после этого вы накидываете на 400. А это уже совсем другое дело, согласитесь. Когда вы накидываете на 384, это при том, что другая пушка накидывает всего там в районе 200. Короче говоря, я бы сказал, это очень приятно. Противник уничтожен. Противник уничтожен. Противник уничтожен. Да, времени перезарядки безусловно не хватает, особенно вот в таких вот игровых моментах, когда уже 40 раз хотелось бы кинуть в ПЗ-4Г, но, к сожалению, время перезарядки вам этого не позволяет. С другой стороны, вот сейчас в Кромвеля-Б кто-нибудь даст один шот, я, в принципе, с одного залпа его заберу. И мне это тоже не составит ровным счетом никакого труда. Пробитие. Да, немножечко сейчас не повезло, неправильно я сделал, надо было мне Кромвеля добирать. Вот, я думаю, что шансов было бы побольше, но, честно говоря, думал, что заберу просто Т-34 экранированного, а Черчилль поддержит уже по, конкретно Кромвелю-Б отыграет. Короче говоря, ребят, вот такой вот он квас, и я бы сказал, что он довольно неплохой. Но, как видите, вот эта вот пластина выцеливается очень легко, и все в нее забрасывают. И это, честно говоря, доставляет дискомфорта. Зато башня, посмотрите, вполне нормально отыгрывает. Я не совсем понимаю, это пробитие или не пробитие справа от орудия. Снизу под маской явно не пробитие. Но, короче говоря, ребят, танчик довольно неплохо играется и является довольно-таки фановым. Я, честно говоря, от него до сих пор получаю определенного рода удовольствие. Это не имба, но это играбельная машина, которая позволяет вам вкладывать что-то в победу. Итак, ребят, в данном бою мы нанесли с вами, ну, скажем так, довольно неплохой урон в 2400 единиц. Согласитесь, это неплохо, особенно для танчика 6 уровня. 34, почти 35 тысяч серебра чистыми и заслуженное первое место по урону. Вот за это я и люблю квас, за то, что машинка позволяет вам периодически находиться в топе вашей команды после победы. Ребят, вот таким вот может быть квас в ваших руках. Каким он будет на самом деле, я не знаю. Возможно, таким, если вы играете, как я. Возможно, хуже, если вы играете хуже. Ну и, соответственно, он может быть в разы лучше, чем в моих руках, если вы намного лучше играете, чем я. А я рекомендую вам, главное, получать удовольствие от всех боев, которые вы отыгрываете. На данный момент у меня все. Это был обзор кваса. Ну и я буду безумно вам рад за подписку на канал, который вы можете оформить по желтому шильдику в правом нижнем углу. Всех благ, всего хорошего. Возвращайтесь на канал. Мира вам и спокойствия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!